Проблема расстояний – один из корневых факторов, который помогает или мешает человечеству развиваться. Транспортировка грузов, сырья, продуктов и техники является крайне важным с точки зрения логистики и продуктивности. Все будет намного эффективнее, если транспорт будет обладать более высоким КПД. Со времени тотального отказа цивилизации от лошадей, как от основного средства передвижения и времени появления первых паровых двигателей и ДВС, процесс шагнул очень далеко. Множество ученых и маститых инженеров в разное время изобретало и патентовало огромное количество разных моторов, обладающих удивительными способностями. Многие нюансы делали их дешевле, мощнее, долговечнее, чем привычный нам ДВС. Жаль, что все эти факторы не сходились вместе, поэтому ДВС до сих пор является лидером на земном шаре. Более того, некоторые двигатели опережали свое время и некоторые наработки были использованы для создания более современных моторов и технологий будущего. К примеру, сегодня человечество пытается пересесть на электрокары, хотя это весьма дискуссионное решение. Но знаете ли вы, что первый электромобиль появился раньше, чем машина с двигателем внутреннего сгорания? Прежде на протяжении истории машина строения появилось множество крайне уникальных экземпляров, которые достойны внимания. Прошлое. Пожалуй, именно на заре автомобилестроения, когда общая схема двигателя только находила свои черты, количество оригинальных изобретений было чрезвычайно велико. Многие из них опережали свое время и технические возможности той эпохи. К примеру, еще 130 лет назад инженер Аткинсон понял, что классический ДВС имеет слишком малый КПД. К примеру, выпускные газы попросту выбрасываются в коллектор, а ведь их можно использовать более продуктивно. Результатом его усилий стал мотор, работающий по циклу Аткинсона. Благодаря этому рабочий такт становился более длинным около двух раз, поэтому энергия от вспышки использовалась более эффективно. Конечно, сделать такой мотор в 19 веке было практически невозможно с учетом технических особенностей. Но сегодня похожие наработки использует компания Мазда с их инновационными двигателями Skyactiv. Мазда, пожалуй, является самой азартной и рисковой компанией, внедряющей различные инновации. Одним из таких новшеств, которые не встретишь у других производителей, является двигатель Ванкеля. Немецкий инженер Феликс Ванкель разработал компактную конструкцию, которая могла уместить четыре фазы цикла Отто — впуск, сжатие, сгорание, выпуск в один оборот ротора. Фактически существует три события сгорания для каждого вращения ротора. Но выходной вал с редуктором вращается с трехкратной скоростью вращения ротора. Это дает вам один цикл сгорания на ротор на оборот выходного вала. Впрочем, в списке неординарных изобретений есть не только японские компании. К примеру, чешская «Татра» еще в 1937 году создала действительно интересный автомобиль с необычным двигателем. Тогда свет увидел обтекаемый автомобиль с задним расположением двигателя V8, который участвовал в гонках на выносливость. Его особенностью является то, что мотор имел воздушное охлаждение, а также имел полусферические камеры сгорания. Выходная мощность составляла 75 лошадиных сил, что позволяло соперничать с тогдашней новинкой Ford Flathead. Чехословацкий автопроизводитель подумал, что у него есть выигрышная формула с дизайном и продолжал выпускать версию этого V8 до 1975 года. Последняя интеракция производила 166 лошадиных сил, больше чем у Corvette того же года с L48. Да, Chevrolet тех времен, возможно, не мог конкурировать с «Татрой» по мощности. Зато Chrysler вполне мог составить конкуренцию. Тот факт, что Chrysler даже рассматривал турбинную силовую установку для машины, настолько абсурден, что его следует обсуждать. План был прост — вставить газовую турбину Chrysler четвертого поколения в двухдверное шасси среднего размера. Это был 1963 год и великое время свершений, когда технология вела тягу к совершенству, а не норма экологии и экономичность. У команды Chrysler, занимающейся турбинами, был длинный список достоинств альтернативного двигателя. Сокращение затрат на техническое обслуживание, увеличенный ожидаемый срок службы двигателя, 80-процентное сокращение количества деталей, отсутствие проблем с запуском при низких температурах, отсутствие прогрева, увеличенный рабочий период, отсутствие антифриза, мгновенный обогрев салона зимой, отсутствие остановки двигателя из-за внезапной перегрузки, незначительный расход масла, малый вес двигателя, отсутствие вибрации двигателя и прохладные и чистые выхлопные газы. Все это цитировалось в литературе того периода. Реальность заключается в том, что 130 л.с. и 465 фунт фут, выдаваемые трехступенчатой автоматической коробкой передач Торк Флайт без гидротрансформатора, потому что в нем не было необходимости, просто не впечатляли, и в сочетании со стоимостью производства просто не было финансовых стимулов производить такие авто. Крайслер отложил эту идею и уничтожил 46 из 55 произведенных автомобилей. Большинство из 9 выживших хранятся в музеях. Да, капитализм определенно давал больше преимуществ для свободного рынка. Но где соцлагерь был действительно сильнее, это военная техника. Отличным примером является танк Т-64 с уникальной технологией, которая делала его на голову лучше военной техники того времени и многих сегодняшних моделей. Танк был создан в начале 50-х годов. При максимальной степени форсировки пиковая мощность составляла более 1000 л.с. при объеме в 13,6 литров. Для сравнения, тогдашние аналоги были в несколько раз слабее. Уникальный мотор был пятицилиндровым, но десятипоршневым, где поршни двигались навстречу друг другу. Более того, двигатель был двухтактным, дизельным и турбированным. Хотя не совсем дизельным, ведь в его рацион входил также бензин и даже спиртосодержащие смеси. Охлаждение осуществлялось за счет разрежения проходящих под радиатором выхлопных газов. Конечно, такая техника требовала пристального внимания и тщательного обслуживания. Починить на коленке или пропустить технические работы было буквально подобно смерти. А для военной техники это не лучшая характеристика, поэтому от техники постепенно отказались. Будущее. Что ж, это все великолепное прошлое двигателей внутреннего сгорания, которые восторгают воображение. И возникает вопрос, неужели наше будущее это скучные электрокары? Не совсем. Ведь технологии не стоят на месте и некоторые наработки можно считать интересными. Например, технология расширения диапазона двигателя со свободным поршнем представляет собой интересный взгляд на двигатель. Многие электромобили являются гибридами, что позволяет им расширять свой диапазон за счет использования двигателя внутреннего сгорания для добавления дополнительной мощности и зарядки аккумулятора. Термин «расширитель» диапазона обычно используется для описания генераторов, работающих на бензине, которые используются для зарядки аккумуляторной батареи электромобиля, но не используются для непосредственного привода колес. Этот тип расширителя диапазона используется в серийных или встроенных гибридах, таких как Chevrolet Volt. Они отличаются от параллельных гибридов, таких как Toyota Prius, где колеса могут приводиться в движение либо электродвигателем, либо двигателем внутреннего сгорания, в зависимости от условий. Сейчас инженеры ищут способы полностью отсоединить двигатель от карданного вала. Вместо мощности, направляемой на генератор, поршневой двигатель будет самим генератором. В одной конструкции кривошип между поршнями будет удерживать сильный магнит, который будет проходить через серию катушек, создавая электрический ток. Затем электричество будет использоваться для зарядки батарей. В идеале этот двигатель сократит количество требуемых батарей. Меньшее количество аккумуляторов потребуется перерабатывать, что делает это экономичным и экологически безопасным решением. К сожалению, конструкция двигателя производит много вибраций, поскольку поршни раскачиваются из стороны в сторону. Хотя принцип работы двигателя остается верным, конструкторам необходимо будет значительно уменьшить вибрации, прежде чем эти двигатели можно будет интегрировать в настоящие автомобили. Другая конструкция – линейный генератор со свободным поршнем, использует камеру внутреннего сгорания, линейный генератор и газовую пружину. Двигатель внутреннего сгорания приводит в движение поршни. Однако вместо преобразования линейного движения поршня во вращательное движение коленчатого вала, как в обычном двигателе, устройство преобразует кинетическую энергию поршня непосредственно в электричество, которое используется для зарядки аккумуляторов. Сабреа Skylon – еще одна необычная конструкция двигателя. Сабреа или синергетический ракетный двигатель с воздушным дыханием, который в настоящее время находится в стадии разработки, предназначен для использования в качестве двигателя как высокоскоростных самолетов, так и космических кораблей. Обычные ракеты приводят в движение топливо. Жидкий водород, керосин или метан и окислитель, жидкий кислород. Когда топливо и окислитель сгорают, масса выбрасывается из задней части ракеты, создавая тягу. Однако этот тип двигателя ограничивает размер полезной нагрузки, потому что увеличение массы означает более высокую потребность в топливе для подъема аппарата от земли. Сабре, напротив, представляет собой гибридный ракетный двигатель, способный достигать скорости в 5 махов. Находясь в атмосфере, он будет забирать кислород и переключаться на бортовой кислород только после выхода из нее. Это дало бы более низкое отношение массы к полезной нагрузке, чем у обычной ракеты. Уменьшение массы может быть использовано для добавления таких функций, как крылья и системы тепловой защиты, которые сделают корабль многоразовым. Одним из ключевых компонентов Сабре является предварительный охладитель. Чтобы создать тягу от воздушно-реактивного двигателя, необходимо увеличить скорость проходящего через него воздуха. Однако, как только вы достигнете высоких скоростей, воздух необходимо замедлить, чтобы внутренние механизмы могли работать. Когда быстро движущийся воздух замедляется, он также нагревается, поскольку кинетическая энергия преобразуется в тепловую. Таким образом, на скорости около 5 махов воздух, входящий в двигатель, имеет температуру около 1000 градусов по Цельсию, что слишком жарко для работы реактивного двигателя. Сабре использует предварительный охладитель, чтобы замедлить воздух. Быстро движущийся воздух сначала замедляется всасыванием за счет серии ударных волн, создаваемых геометрией компонентов двигателя. По мере замедления он нагревается, но затем этот горячий воздух проходит в предварительный охладитель, где тепло передается от потока внутренней жидкости, такой как криогенный гелий. Попадая в двигатель, воздух проходит цикл, включающий сжатие, сгорание, регенерацию и, наконец, расширение, когда он проходит через сопло двигателя, создавая движущую силу. Тепловая энергия, которая была передана предварительному охладителю, используется для привода двигателя. Двигатель испарения действительно очень необычный двигатель. Новый двигатель испарения, работающий на бактериях, не похож ни на один другой. В двигателе, разработанном учеными, не используется обычное топливо, а бактерии. В природе многие виды бактериальных спор остаются бездействующими до тех пор, пока не вступят в контакт с влагой. Исследователи поместили эти споры на пластиковую пленку, чтобы использовать способность бактерий очень быстро поглощать и повторно выделять воду. Пленки, покрытые спорами, сгибаются и распрямляются в ответ на изменения относительной влажности. Движение создается путем закрепления сотен покрытых бактериями лент на стороне колеса. Используя механизм заслонки для создания колебаний, создается разница во влажности. По мере того, как пленка впитывает влагу, бактерии расширяются. Отсутствие влажности приводит к тому, что бактерии сжимаются и так далее. Такая техника завораживает. Однако, хотя исследователи смогли привести в действие транспортное средство размером с игрушечный автомобиль, двигатель в ближайшее время не будет приводить в действие транспортное средство с людьми. Тем не менее, теоретические споры могут производить больше энергии на квадратный метр, чем ветряные электростанции, при гораздо меньших затратах, что также способно помочь решить проблему производства энергии. Вывод. Прогресс не стоит на месте, просто человечество смещает акценты. Когда-то мир остро нуждался в уникальных моторах, работающих на нефтепродуктах. Но сегодня требуются более эффективные и экологичные технологии. И вполне возможно, что вскоре мы увидим действительно инновационные разработки, использующие совершенно другие принципы и подходы к мотору. Пример с бактериями является пусть и не таким эффективным, но показательным. Очевидно одно – мы живем в эпоху, когда нефть постепенно теряет свою ценность, и цивилизация нуждается в новых открытиях. А это значит, мы увидим много интересного на своем веку. Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!